Вообще, кто-нибудь слышит музыку? У меня тут такие, я пою треки, конечно, играют жесткие. Я вам что-то сегодня так много чего хотела рассказать, у меня столько всего произошло. С Аминой классно пообщались, с Тендерли Байо. Классная девчонка. Блин, ну офигеть, вот это я такая прикольная сегодня. Я не бухая. Не, я сегодня, я говорю, я даже если, я бы хотела сегодня выпить, я бы не пила, потому что если бы я выпила, я бы сразу уснула. А я вообще умру или я не умру, если я после кофе в бахну энергетика? Ну, не должна вроде умереть. Есть информация по данным, по данной теории, по данным, по данным испытаниям над человеческим организмом? Знаете, у меня есть такое ощущение, как будто мне энергетики и кофе вообще не будет. Меня будет, знаете, но они, мое сердечко начинают, заставляют биться быстрее, быстро. Но я не просыпаюсь. У меня, кстати, есть крепкие эти штучки, капсулы. Надо было их сделать, но я не буду. Я энергетика. Я тоже чуть после энергетика один раз не умерла. У меня началось так сильно биться сердце, что я подумала, что все, вот умру я в 20-го года и так и не познаю эту жизнь. Поэтому чатик энергетики зло. Осуждаем энергетики. Я энергетики никакие, кстати, на данный момент не рекламирую. Если я вдруг что-то есть и будет, то это не реклама. Это просто попытка... Умереть в ГТА 5 РП, конечно же. Конечно же. Это таксист Жора. На самом деле у меня свой бизнес. А это так. Шоп-город лучше узнать. И уже 20 лет он возит людей. Куда прешь, му-... У планта остановите. Но иногда с ним случаются странные вещи. Что за... Э! Телефон! Че только не придумают. Не-не-не, че за аниме? Э! Забери обратно! Э! Меня пацаны не так поймут! Пацаны поймут правильно. Изи дроп. Ссылка на сайт и промокод в описании ролика. Наташа с Вадимом поругались из-за непонимания про отмену вчерашнего финала видосов. Они помирились, мы переживаем. Ой, ребят, я смотрю, такие... Такие бытовые ссоры... Я вас умоляю. Вот если пара может расстаться из-за такого... Ну, друзья... Ой, блядь, визду, короче. Не с их, короче... Ладно, я не мутируюсь. Извините. Короче, если... Да все! Да не важно! Да не... Да не важно! Не важно! Да не важно! Я хотела сказать, что если... Ну, пара людей... I mean... I mean... Я имела в виду две пары людей. На самом деле, от того, что я больше обратила на это внимание, мне кажется, это столько хуже сделало. В общем, если ссориться, неважно, друзья, или муж с женой, или парень с девушкой, или сестра с братом, или, я не знаю, там, мама с папой, ссориться из-за какой-то бытовухи, ну, это как бы не совсем как бы нормально, но это не такая ссора, из-за которой можно, мне кажется, разойтись. Ну, недопонимание вышло, ну, ничего, помириться, или помирились, или я не знаю, как это еще. Ну, в общем, не стоит вообще на это не обращать внимания. И что я еще хотела сказать, то, что... Сложно что-то думать. Мне кажется, мне сверху кофе надо... Сверху кофе надо энергетика залить. Это сделал семейный. Ну, да, несумодный брат с сестрой, ссориться с сестра, решила спрятаться от брата в стиральной машине. Продолжение вы знаете. Как-то подрачил под энергетиком, и сердце чуть не озаривает. Блин, надо попробовать. Блин, Чем, ну ты вообще... А как так-то? Не, у меня с энергетиками есть очень смешная история. Ну, как, не очень смешная история? Блин, почему, когда я говорю фразу «очень смешная история», моя история у меня просто автоматически становится такой не смешной. Она, в принципе, не смешная изначально, но я говорю эту фразу не знаю зачем. И я, короче, в детстве, когда родители уезжали на дачу, там все такое, мы с моей подругой, нам было же... Ну, мы мелкими были пиздюшками. И мы, короче, не могли купить себе алкоголь. И вместо алкоголя покупали себе энергетики. Но энергетики не везде продавались. И мы, короче, иногда даже просили кого-то нас купить энергетиков. И мы вот пили эти энергетики. По-моему, бёрн мы пили такой вообще, как, знаете, как яшка. Я не пила, я не пила, если что, никогда, яшку. Но мне кажется, вот похожий эффект и похожий вкус. Но только там, наверное, спиртяга еще сверху добавлена. Ой, это яшки. В яшке. И мы напивались этим бёрном. И в том возрасте, в то время, штырило так, что вот было страшно. Вот, серьёзно, ужасно было. Вот такая вот история. Смешная. Помните один стрим, когда я немножечко всплакнула и пожаловалась на своё жизненное состояние? Мне столько программистов сразу написало, что и ком даже как-то сразу започнился. Сам! Ой, извините, вот. И реально работает, кстати. Вот, когда жалуешься и говоришь о том, что нужен, ну, эксперт, то, ну, всё, работает. Очень такая смешная. Не, ну классно. Я люблю, знаете, я люблю стримы за то, что каждый раз ты разная. Вот, не бывает одинаковых стримов. Всегда они разные, потому что ты разная. Ой, сейчас бы кого-нибудь всосало своими огромными варениками. Блин, если честно, я вот этого человека, я боюсь, короче. Не знаю почему, но у меня, у меня какой-то, я его почему-то боюсь. Не, правда, я, я, он когда пытался на меня попрыгать, ну, в КВС-ке, ну, типа на меня забраться, и резал меня, мне стало, мне становилось страшно. Мне, мне почему-то становилось так, знаете, как будто, как будто, я не знаю, это очень странное, это честное странное чувство. Ого, давно их не было. Ну, идите, пожалуйста, модераторы. Модераторы нападают голые школьницы. Нет, голые школьницы. Ух, сука. Не, я как минимум, я знаю, что Саша на стриме, потому что он только что что-то написал в чат. И Александр, почему не работаете, не выполняете модераторские функции свои? Спасибо большое, спасибо, спасибо. Так, что? Топ-1 библиотумб. Не, библиотумб я смотреть не буду, потому что я уже вижу там, что за библиотумб.